Круг за кругом восьмилетний гимнаст Амаргаджи Муслимов уже уверенно освоил базовые элементы на коне. В эту секцию он попал три года назад. Гимнастика, олимпийский вид спорта и Амаргаджи уже с детства ставит перед собой большие цели. Я, конечно, больше всего выигрывал. У меня четыре медали первое место. На какие соревнования ездил? Куда? Ингушетии, Нальчик. Ну, я в будущем хотел стать олимпийским чемпионом. А ты следишь за этими соревнованиями? Вот как взрослые выступают по телевизору или по интернету? Да, да, я смотрю. А кто там самый сильный? Кто тебе больше всего нравится? Никита Нагорный, Артур Далаян. Тоже очень крутые. Громкие победы обязательно придут, уверена олимпийская чемпионка Елена Шевченко. Начальник отдела развития спортивной гимнастики в регионах России уже не первый раз приезжает в Дагестан. Говорит, спорт у местных детей в крови. Надо только направить весь потенциал в нужное русло. Мальчик подошел на тренер, да, с мальчиком, как бы, говорит, ну вот, покажи нам, ну там элемент гимнастический, фляг. У него глаза загорелись. На начале испугался, а потом загорелись глаза. И, собственно, видно, что, ну, он боится, ну, как бы, да, вот показать, да, стесняется, может быть, там что-то неправильно сделает или еще что-то. Но когда он сделал, я тоже говорю, так это здорово, говорю, тебя тренер научил такие фляги хорошие делать, да. Ты видишь, ну, в детских глазах вот этот интерес и желание, ну, это дорогого стоит. В Махачкале Елена Шевченко вместе с тренером олимпийской подготовки Людмилой Бороденко просматривают талантливых и способных детей. Самые перспективные отправятся на учебно-тренировочные сборы в Москву. Кроме того, планируется проведение курсов повышения квалификации и для тренеров. Вижу, что очень-очень хорошие детки. Просто надо развиваться, надо вызывать людей, которые этот зал бы нарисовали правильно, поставили бы правильные снаряды и вызывать специалистов, которые бы проводили бы курсы обучения. Допустим, там 10 дней хореограф, 10 дней акробат, 10 дней тренер. Спортивную гимнастику в Дагестане развивают около пяти лет. Начинали с маленького помещения, вспоминает Гаджумрат Магомедов. Теперь в расположении федерации два комфортных гимнастических зала в разных частях города. Вид спорта, где детишки с ранних лет развивают свою силу, ловкость, гибкость и выносливость, пользуются большой популярностью. Гимнасты уже привозят медали с различных турниров. Ездили пока по СКФО, а вот в прошлом году ездили и по России. В 19-м году мы ездили в Москву. Это была у нас Лига гимнастика, Всероссийская Лига гимнастика, где мы там заняли и первые места, и общекомандные по третьему юморскому разрайду, которые заняли первые места. Ну, в целом развиваемся, идем. Соревнуемся, показываем неплохой уровень. Девочки у нас постоянно занимают места. Даже вот в Нальчик мы постоянно ездим. Мы постоянно все первые места забираем. Нам уже говорят, мы не любим, чтобы вы приезжали. Вы, говорит, все места, все медали у нас забираете. На встрече с министром спорта Сажидом Сажидовым гости выступили с предложениями по дальнейшему становлению гимнастики в регионе. Обучающие курсы, мастер-классы и сборы дадут новый импульс развитию дисциплины. Глава спортивного ведомства заверил, что готов поддержать все предложения. Нам очень приятно, мне лично, что есть понимание, интерес к нашим ребятишкам, нашему региону. Сегодня наш глава, Сергей Ильич Меликов, он ставит такую задачу, он сам любит спорт. И массовый спорт, что мы развивали. И именно такие олимпийские виды спорта. Я в этом, не только в министерстве, но и как помощник готов быть рядом и помогать. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.